Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 6 ноября, Православная Церковь совершает память святителя Афанасия, патриарха Цареградского. Святитель Афанасий I, патриарх Константинопольский, в миру Алексий, был родом из Адрианополя. Еще в юности, преуспев в познании мудрости Христовой, он покинул дом и ушел в Фессалонике, где в одном из монастырей принял постриг с именем Акаки. Оттуда он скоро удалился на святую гору Афон и вступил в братство из фигментской обители, где три года служил трапезарем. В трудах и подвигах он стяжал дар слез, а своими добродетелями снискал всеобщее расположение братья. Боясь похвал, смиренно Акаки ушел с Афона сначала к святыням Иерусалима, а затем на Апатрийскую гору, где долгое время подвязался в отшельничестве. Оттуда подвижник перешел на Авсентиеву, а потом на Галантийскую гору в монастырь Блаженного Лазаря, где принял великий ангельский образ с именем Афанасии. Получил священный сан и стал экклесиархом. Здесь святой удостоился божественного откровения. От распятия он слышал глаз Господень, призывавший его к пастырскому служению. Спустя десять лет, желая еще более укрепить свой дух в безмолвии и молитве, святой Афанасий вновь поселился на Афонской горе. Однако из-за возникших там нестроений возвратился на Галантийскую гору. Но и здесь ему недолго пришлось оставаться в уединении. Множество народа стекалось к нему за пастырским наставлением. Так на месте этом образовался женский монастырь. В то время кафедра Константинопольской церкви пустовала после потрясений и смут времен патриарха Иоанна Векка. По предложению благочестивого императора Андроника-палеолога Собор архиереев и клириков в 1289 году единодушно избрал святого Афанасия на кафедру Вселенской церкви. Патриарх Афанасий с усердием стал исполнять новое послушание и много сделал для укрепления церкви. Строгость его обличений вызвала недовольство влиятельного духовенства. И в 1293 году он был вынужден покинуть кафедру и удалился опять в свой монастырь, где подвязался в уединение. В 1303 году ему вновь был вручен жезл патриаршего служения, которое он достойно нес еще семь лет. В 1308 году святитель Афанасий поставил в митрополита Киевского и в Сеяруси святителя Петра, предстоятеля русской церкви. И вновь из-за начавшегося недовольства, не желая быть причиной церковной смуты, святой Афанасий в 1311 году оставил управление церковью и ушел в свою обитель, всецело посвятив себя иноческим подвигам. К концу жизни святой вновь удостоился видеть Христа. Господь укорил его, что святой пастырский долг Афанасий исполнил не до конца. Обливаясь слезами, святой покаялся в своем малодушии и получил от Господа прощение и дар чудотворения. Представился святитель Афанасий в возрасте 100 лет. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается празднование в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость и память святых, мученика Арефы и с ним 4 299 мучеников, преподобного Зосимы Верховского, преподобных Арефы Сесоя и Феофила Затворников Печерских в ближних пещерах, блаженного Елизвоя Царя Эфиопского, мученицы Синклетикии и Двух Тщери-Ия, преподобного Георгия Исповедника, священномучеников Лаврентия, епископа Балахнинского, Алексия Порфирьева Пресвитера и мученика Алексия Нейтгарта, преподобного Арефы Митренина Исповедника, священномучеников Иоанна Смирнова и Николая Никольского Пресвитеров, священномученика Петра Богородского Пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и неоскудевающей помощи Божией по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok